Новый год Пиротехника Пиротехника Елочные украшения. Казалось бы, что тут может быть опасного? Но статистика говорит о другом. Уже с середины декабря в службы спасения начинают поступать звонки. Ребенок проглотил осколок игрушки, загорелась гирлянда и другие подобные обращения. Выбирая елочные игрушки, следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на материал изделия. Нередко в его состав входят ядовитые вещества, а это уже грозит отравлением. Что касается электрических гирлянд, покупайте только качественные и сертифицированные изделия. Некачественные подделки могут вызвать замыкание в системе электросети. Как итог, пожар. Ну и лидер по причинам ЧП в новогодние праздники – алкоголь. Не садитесь за руль выпившими, избегайте конфликтов с пьяными людьми. Приведем немного статистики. Ежегодно в России в новогоднюю ночь по разным причинам погибают около 250 человек. Причем в сфотках очень часто мелькает и Дагестан. Вспомним убийство трехлетнего мальчика в Дербенце в 2019 году, когда взрослые решили скрасить праздник стрельбой из огнестрельного оружия. В том же году новогоднюю ночь загорелась аптека в Махачкале. Причина – праздничный фейерверк. И, к сожалению, таких случаев ежегодно очень много. Никто из виновников ЧП не предполагал, что его действия могут привести к таким печальным последствиям. Коснуться это может каждого. Соблюдайте правила безопасности. Не превращайте этот светлый семейный праздник в чье-то горе.